Расходы краевого бюджета практически на 70% в первом квартале были направлены на социальную сферу. Основная проблема, которую решали, это повышение заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда с начислением районных коэффициентов. Доходы бюджета составили 12 миллиардов 100 миллионов рублей, расходы 12 миллиардов 300 миллионов. При этом государственный долг не увеличился. Я думаю, что финансовая ситуация за первый квартал у нас складывается положительно. Объем собственных доходов мы получили 7,4 миллиарда рублей. Это соответствует плановым назначениям, которые у нас в бюджете предусмотрены на 22,9%. Годовым назначением исполнены доходы. Основные источники поступлений доходов это, конечно, НДФЛ. НДФЛ у нас вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8%. Кроме того, выросли поступления акцизов. Налог на прибыль в тех же объемах, что было поступление в прошлом году. Сегодня было принято решение принять в собственность региона по договору пожертвования автомобильную дорогу, соединяющую поселок Усть-Карск со станцией Урюм протяженностью около 80 километров. Она находится в собственности прииска Усть-Кара. Изначально дорога предназначалась только для использования предприятием. Однако в действительности ей пользуются жители нескольких населенных пунктов – Сретенского и Чернышевского районов. Говорили сегодня и о роли высшего образования в социально-экономическом развитии края. Было подписано сразу три соглашения о сотрудничестве регионального правительства и Забайкальского государственного университета. Одно из них направлено на создание регионального проектного офиса для разработки проектов, необходимых для Забайкальского края. Второе соглашение об экспертно-консультационном сопровождении программы социально-экономического развития региона. И третье соглашение о софинансировании совместных проектов, связанных с программой развития Забайкальского края. Екатерина Станиславская, Сергей Миртов. Время новостей.